как вы видите будущее исходя из того что сегодня происходит ну потому что мышь действительно очень много людей голосовала просто против порошенко но не столько за зеленского сколько против порошенко потому что не видели другого выхода чтобы там избавиться от этого наш пути на мой взгляд ровно два первый путь это путь которым идет зеленский этот путь на мой взгляд к сожалению может привести к тому что он будет последним президентом украины какой будет украина как будет трансформация я не знаю мне хочется чтобы она была такой как до 2013 там 14 года куда они и приведут я не знаю пока мне кажется не ведут туда где после уже выбирать будет никого или никому есть второй вариант они находят себе смелость то что должен был сделать порошенко и не сделал то что должен был зеленский но пока еще не сделал зеленского еще есть время они должны стать вот ровно по центру украины протянуть две руки из востока назад и сказать то что не сказал порошенко но еще можно сказать зеленский мне надо на свой рейтинг где за мой французский мне все равно что будет обо мне говорить и писать моя историческая миссия сшить украину вот одна моя рука он не сделал этого для этого нужно для этого нужно отменить позорный закон иллюстрации не побояться этого сделать не макс бужанский должен это дело которого сейчас все пытаются скажем так подколоть слуга народа отменять европейский суд вчера это должен сказать президент и побояться и сказать мне во власти нужны все люди которые умеют работать и знают как работать поэтому кто может навести порядок на улице наведет ли его уваков при всем моем к нему отношении нет и я знаю почему нет он уже лишен права голоса строгого тона в отношении людей которые называют себя там добровольцами там ветеранами но они должны жить по закону но нет у них никаких привилегий все их привилегии это медали добрая память ноющие раны и льготы которые может дать государство но не но не может быть льгота на убийство на насилие на то что покалечить кого-то право на применение силы есть только у государства аваков лишен уже это все он может легко и профессионально навести порядок там где нет а то ветеранов но не может ничего сделать если там появляться поэтому должен быть человек который наделен таким правом или группа людей которые не наделены таким правом но мы же боролись как-то свое время с организованной преступностью создав временно на какой-то определенный срок и сделал двойное подчинение министерская и контроль парламентский управление по борьбе с организованной преступностью но мы же и победили мы же убрали рэкиц улиц мы убрали подавляющее право решать судьбы людей там воров или каких-то авторитетов криминальных да их место потом заняли сами милиционеры но это это все равно лучше было чем если бы произвол творили на улице милиционер еще был связан там страхом потерять должность да а на улице людям ничего не бояться они видят куша ничего не бояться ему нужно забрать кому-то ради бандитского авторитета кому-то для того чтобы просто поживиться поэтому нужен какой-то коллективный коллегиальный орган которым будут доверять и одна часть страны и другая нужно умонтировать в исполнительную власть и не бояться тех людей которые уважают на места вот сейчас собрались и подназначали там губернатора по моей информации сейчас будет очень большая публичная там порка тех людей которые у себя в регионах пользуются авторитетом будут расчищать место для новых ну во первых само по себе уже неправильно если люди на местах авторитетны зачем их пытаться сделать не авторитет даже если вы их не видите по каким-то причинам могут быть ситуации но не видят позовите поговорить объясните дайте гарантии какие-то и дайте людям понимание что они вам идут на уступки и вы им идете на уступки что с ними ничего не будет что будут нормальные семьи что не будут их завтра на виллы поднимать там и трусить кричать там отдай что-то таким путем можно но но ставить над ними там прокураторов которые не имеют никаких полномочий ну кроме как кнопки какой-то телефонные там и ручки которые можно что-то подписать нельзя так долбить это неправильно мало того это будет только лишь настраивать людей в регионах против власти потому что прислали вот у нас было худо-бедно но было да прислали зачем надо возвращать людей в регионы которые пользуются там авторитет вот я говорил о кушнурёве да царство небесное вспомнили сегодня джерты вспоминали раннего януковича вот если бы жил был же был бы жив на момент вот там 13 14 года кушнарёв я думаю что ход истории нашей новейший мог бы повернуться чуть другую сторону мало того все что вот происходило с нашим обществом но не все много написал своих не еще в пятом году о возможности манипуляции людей через социальные сети когда этого еще никто не понимал о подавлении пассионарного большинства активным он случайно был застригин на охоте все ну исходя из того что я лично синие петровичем был много раз на охоте я не могу похвастаться с ним дружбы она у нас как-то тут так вот было и период временной был очень короткий когда мы там общались но он был интересный человек во всем но были свои там за бубоны да но он был очень интересный очень образованный и очень умный человек и вот при всем при этом он мог на охоте легко нарушить правила написанные крови правила безопасности правила поведения человека который стоит на номере то есть это такие случайность он при мне неоднократно выходил с номера попадал в зону обстрела охоты по большому счету делались под него он был самым главным гостем его ставили на самое лучшее место и в охоте вот в коллективной охоте еще такое понимание как коллективный результат а он перестал радоваться коллективному результату ему нужно было лично добыть трофей и под него это все было подстроено и поэтому он может и вел так себя чуть-чуть больнее чем другие поэтому я к чему говорю что вот на той хоть именно меня не было хотя должен был быть я уехал ваннафранковск там был сбор мэров я не мог не поехать и на этой охоте он же продлил загон он ушел с места где должен стоять стрелок правда не вперед в обратную сторону поэтому я считаю что в большей степени это трагическая случайность но учитывая как американцы готовились четырнадцатому году как они провели януковича как они помогли ему избраться в десятом году как они вели его вот кого фатальному финалу я уже ничего не удивлюсь если они расчищали таким образом ему дорогу ну и и